Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии прямого эфира программы «Сегодня» журналист Антон Хатиновский. И как всегда в нашем прямом эфире мы обсуждаем самые злободневные вопросы. Сегодня мы обсудим не менее животрепещущий вопрос, который касается земельных отношений. С этой целью мы пригласили к нам в студию прямого эфира программы «Сегодня» Сабита Кадыргалеевича Садвакасова, руководителя управления земельных отношений Алма-Атинской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот сегодня земельные отношения, пожалуй, одна из самых актуальных тем, которая касается, наверное, многих жителей как городской местности, так и сельской местности. В частности, вопрос этот волнует крестьян по ведению крестьянских хозяйств и так далее этих земель. Скажите, какой порядок предоставления земель для сельскохозяйственного назначения и для ведения крестьянского хозяйства, о котором сейчас многие крестьяне просят? Во-первых, хочется отметить, что управление земельных отношений является уполномоченным органом по реализации государственной политики в сфере земельных отношений. Многих интересует вопрос порядка предоставления земель сельскохозяйственного назначения в аренду. Согласно статье 48 земельного кодекса Республики Казахстан, земельные участки, не предоставленные в пользование, предоставляются через конкурсы и аукционы. Местный исполнительный орган в лице Акимата района города формирует перечень земельных участков, выставляемых на конкурс, подает соответствующие объявления в средствах массовой информации и на своем сайте. Каждый желающий вправе участвовать на данном конкурсе. Победителем конкурса объявляется тот, у кого имеется ряд преимуществ, то есть это наличие сельскохозяйственной техники, наличие сельскохозяйственных животных, опыт работы в сфере сельского хозяйства и его финансовая состоятельность. Решение о победителе конкурса принимается решением земельной комиссии, то есть это коллегиальный орган. По мере принятия положительного решения земельной комиссии в течение двух рабочих дней данное решение комиссии направляется в Акимат района для принятия соответствующего решения по предоставлению земельного участка. То есть каждый гражданин республики вправе участвовать на конкурсах по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний момент в области числятся 7,8 миллионов гектаров земель, это в государственной собственности. Из них 50 тысяч гектаров пашни и порядка 6 миллионов 300 тысяч гектаров пастбищных угоней. То есть земель запаса достаточно для удовлетворения потребностей жителей области. — Говоря о земле, вот человек, понятно, что принял участие в тендере. Теперь какие обязательства, помимо того, что человек обеспечивается соответственными, значит, что у него имеется необходимая техника, необходимый опыт работы, что он должен выплачивать какую-то аренду за предоставляемую землю или государство дает это безвозмездно? Вот возьмите, пожалуйста, и пользуйтесь. — Согласно требованиям земельного законодательства, землепользователь имеет как права, так и обязанность. В обязанность его входит поддержание земельного участка в соответствующем состоянии без ухудшения его качественных показателей, а также использование его по целевому назначению. В случае неиспользования земельного участка в течение двух лет подряд, земельный участок может быть изъят решением суда. Земельная инспекция, как государственный орган в сфере контроля за использованием охраны земель, проводит ежегодный мониторинг использования земель. При выявлении неиспользуемого земельного участка ему выдается уведомление об устранении нарушений. Через год производится контрольная проверка. В случае повторного неиспользования земельного участка уполномоченным органам подается иск судебные органы. Кроме того, при установлении факта неиспользования земельного участка, материалы по данному земельному участку направляются в налоговые органы для десятикратного повышения налога. То есть данная ситуация, в данном случае, можно сказать, дисциплинирует землепользователь. Вместе с правами есть его обязанность. Спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира студии программы «Сегодня». Код города Талдыкурган 8-72-82-40-0109. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире. Я напомню, что мы обсуждаем сегодня земельные отношения. Ну и следующий вопрос такого порядка. Сегодня многие граждане, скажем так, столкнулись с такой проблемой. Ну в основном это, наверное, людей старшего поколения. Такой вопрос. Когда у бабушек, у дедушек в сумках остались бумаги на земельные участки, которые когда-то, давным-давно, скажем, при расформировании крестьянского хозяйства делились на паи. И кто-то вошел с этим паем в какое-то крестьянское хозяйство. Вот порядок выдела в натуре условно-земельной доли из состава крестьянского хозяйства. Как он происходит? Каков порядок? В данном случае необходимо отметить данный аспект, что к нам тоже обращаются многие по надлежащему оформлению условно-земельных долей. Предыстория данного вопроса такова. В 2005 году земельное законодательство внесли изменение. 170-я статья земельного кодекса. До 1 января 2005 года обладатель условно-земельной доли обязан был совершить три действия. Первое. Свою условно-земельную долю выкупить в частную собственность. Второе. Создать отдельное крестьянское хозяйство. Либо войти в состав хозяйственного субъекта, будь то крестьянское хозяйство, либо товарищ с ограниченной ответственностью. И являться членом данного субъекта. При выделии в натуре земельного участка землепользователь подает заявление главе крестьянского хозяйства, либо руководству ТО, высшим органом данных товарищей, либо крестьянское хозяйство является решение общего собрания. На основании решения общего собрания обладатель условно-земельной доли подает заявление на имя Акима района города по местоположению земельного участка. Данный вопрос выносится на рассмотрение земельной комиссии. При положительном заключении земельной комиссии выносится постановление Акима о предоставлении соответствующего права землепользования. Многие ошибочно считают, что если он является обладателем условно-земельной доли, то есть земельных паев, так скажем, в простонародье, должны были реализовать свои права до 1 января 2005 года. Кто не реализовал данные свои права, данные земли были зачислены в государственный земельный фонд, то есть в земли запаса. В настоящее время из этих земель предоставляются земли для создания новых хозяйств субъектов. То есть те земли, которые не использовал человек, вот она держалась, эта бумажка у него в чемодане, то есть они вернулись уже в собственность государства, и их никто другой никоим образом не захватил. То есть право на данную условную земельную долю уже утратило свою законную силу. Понятно, что земля требует к себе трепетного отношения. Не только, скажем, в труде, в ее возделывании, в строительстве, но и, скажем так, в ее учете. На сегодняшний день, насколько мне известно, Алматинская область перешла на электронный формат. То есть первая, по-моему, в республике, которая решила отцифровать свои территории. Хотелось бы узнать, каков перевод процессов оказания государственных услуг на электронный формат, как раз-таки в рамках отцифровизации вот этой нашей земли. Но на этот вопрос вы ответите после того, как ответите на телефонный звонок нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Аскар. Я житель города. Стою в очереди уже 14 лет. На 10 соток. У меня знакомый живет в городе Павлодар. У них очередь и о выделении участков. На сайте Акиматы информация регулярно публикуется. Но у нас ни поселковая Акиматы, ни городской отдел по земельным отношениям никакую информацию не публикует. Почему-то отдел ЖКХ полностью информацию предоставляет о своей деятельности, как у них очередь двигается. А отдел по земельным отношениям никакую информацию не предоставляет. Все время обещает, пока делается, делается. Хотя поселковый Акимат мог бы на информационных стендах какую-то информацию уже публиковать. Все, спасибо. Спасибо. Согласно требованию земельного законодательства, АСХАР, местный исполнительный орган в лице сельского Акимата, либо города районного значения, должен публиковать списки очередников на своем официальном сайте, либо на информационном стенде в здании Акимата. И данные эти должны объявляться, обновляться не реже одного раза в квартал. С введением элементов цифровизации, очередность на получение ИЖС будут размещены на электронной карте, на портале нашего ведомства, в который может войти каждый гражданин города Талгурган, Текеля Хапшагай, и уточнить свою очередность. Итак, давайте все-таки, как раз мы затронули тему цифровизации, когда каждый человек может нажать на кнопочку в режиме онлайн, посмотреть, узнать, где какие документы, где какие земли. Так что же у нас все-таки с переводом процессов оказания государственных услуг на электронный формат? Как раз-таки вот из этого предыдущего вопроса вытек. Работа над этим вопросом в области начата в 2015 году благодаря непосредственной поддержке Аманды Гагабасовича Баталова, Акима, Амантинской области. В 2015 году на средства местного бюджета нами была создана электронная карта земельных угодий. Впервые в республике. На данную карту были нанесены все семь категорий земель. То есть земли, промышленности, сельскохозяйственные назначения, населенных пунктов, лесного, водного фонда и особо охраняемых природных территорий. То есть данная интерактивная карта содержит информацию полную о каждом землепользователе нашей области в разрезе района, сельского округа и местоположении земельного участка. Данная карта также содержит сведения по предоставлению данного земельного участка. То есть когда, кем, каким постановлением предоставлен данный земельный участок. И как вам известно, в 2018 году послание главы государства было поручено перевести процессы оказания госуслуг в 2019 году на 80%, в 2020 году не менее 90%. То есть та работа, которая нами была начата в 2015 году и создана электронная карта земельных угодий, явилась платформой для перевода госуслуг на электронный формат. Благодаря вот этой платформе... В прошлом году Акиматому области, в лице Акимовой области, нам была оказана поддержка, выделено 509 миллионов на перевод госуслуг в электронном формате. Мы провели перевод госуслуг на электронный формат в трех городах областного значения. Текеле, Талдыкурган, Капшагай. Здесь проведена колоссальная работа. Это нами была проведена встреча с субъектами естественных монополий. ЖКХ, ТАТЭК, РЭС, Теплосервис, Водоканал. И произведена выгрузка данных, данных субъектов естественных монополий в нашу базу. Да, теперь пилотный запуск данной программы у нас намечен на 20 ноября текущего года. Помимо этого, как вам известно, основные нарушения земельного законодательства в виде незаконного изменения целевого назначения, сегментации, их дальнейшие перепродажи у нас происходят в пригородных районах города Алматы. В этом году из областного бюджета также выделены финансовые средства на перевод госуслуг в пригородных районах города Алматы. То есть Джамбульский, Карасайский, Ильский, Талгарский, Инбишказахский район. В данных пяти районных центрах на следующий год мы переведем госуслуги на электронный формат. По мере завершения данных видов работ мы уже переходим на сельские округа. Что дает эта программа? Данная программа содержит несколько слоев. То есть один слой инженерно-коммуникационной инфраструктуры, другой слой ПДП, третий слой это уже генпланы населенных пунктов, четвертый, земли, сельскохозяйственные назначения и так далее. То есть движение каждого документа может отслеживаться в онлайн режиме. Даже те материалы по тем земельным участкам, которые были предоставлены ранее, будут храниться в сервере данной программы. То есть когда, кем, во сколько, на каком основании был согласован проект отвода того или иного земельного участка. Основным преимуществом данной программы является то, что мы экономим время услугополучателя. Разрешите первый слайд? Студия, включите, пожалуйста, первый слайд, будьте любезны. Преимуществами являются повышение уровня информированности, исключение истребований у услугополучателя излишних документов, создание единой базы данных, оптимизация внутренних бизнес-процессов. Второй слайд, можно? На основании данной программы мы переводим 16 госуслуг в электронный формат. Это 10 госуслуг в сфере земельных отношений и 6 госуслуг в сфере архитектуры и градостроительства. Третий слайд, можно? Вот на этом слайде вы прекрасно видите до информатизации. То есть услугополучатель подает заявление в ЦОН, ЦОН о его заявлении по предоставлению, либо изменению целевого назначения, либо получение тех условий, направлялось в Акимат города, либо начеленного пункта. Оттуда через канцелярию документы направляются по компетенции либо в отдел земельных отношений, либо в отдел архитектуры и градостроительства. Затем материалы передаются на рассмотрение земельной комиссии. По мере обеспечения земельной комиссии данное заключение передается в Акимат район или поселка для принятия окончательного решения. То есть услугополучатель при непосредственном контакте с уполномоченными органами обеспечивал согласование самостоятельно. То есть это и такое хождение по кругу. Да, хождение по инстанциям. И срок оказания этих услуг доходил до года. Теперь нами разработанная система экономит время. То есть услугополучателя посредством электронной цифровой подписи. Здесь обязательно наличие электронной цифровой подписи. Подает заявку на получение тех условий, либо получение земельного участка. Далее уполномоченные органы, которым поступает данный документ, в установленный законом сроки рассматривать данное заявление, согласовывая также посредством электронной цифровой подписи. Здесь нет необходимости опять собирать земельную комиссию, опять согласовывать, опять ходить по инстанциям. То есть посредством ЭЦП каждый уполномоченный орган согласовывает данное заявление и отправляет на окончательное принятие решения суда. Ой, решения Акимата города, либо поселка. Услугополучателю приходит на его портал уведомление, что его заявление рассмотрено и исполнено. В данном случае срок рассмотрения заявления сокращается от 3 месяцев до 10 дней. То есть услугополучатель дает заявку и приходит за получением готового проекта. В данном случае по этой же программе могут получить тех условий на подключение к инженерным сетям, на получение земельных участков, на изменение целевого назначения, на все виды госуслуг, которые ранее были отражены. Это 16 госуслуг, 10 в сфере земельных отношений, 6 в сфере архитектуры и градостроительства. Вот его преимущества. И в дальнейшем мы думаем, что данная программа нам позволит сократить нарушение норм действующего законодательства в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства. И в первую очередь исключить факты коррупции. И исключить контакт услугополучателя с услугодателем и снизить коррупционные риски. По данной программе мы сейчас находимся в рейтинге в одном из передовых положений. Если я не ошибаюсь, на последнее совещание Алматинская область входила в число лидеров. И находимся на третьей позиции. Благодаря поддержке Акимата области данная работа у нас продолжается. Замечательно. Сегодня многие, кто имеют земельные участки, задумываются о том, чтобы как-то изменить его целевое назначение. Есть у меня небольшое сельхозугодие. Решил я построить домик какой-то или еще что-нибудь. Или зону отдыха, к примеру, сделать. Скажите, каков порядок изменения целевого назначения земельного участка, который выдан? Именно в вопросах изменения целевого назначения у нас имеется ряд нарушений требований законодательства. Для изменения целевого назначения земельного участка заинтересованное лицо подает заявление в Акимат того или иного района по местоположению земельного участка. Акимат района, во-первых, определяет возможность изменения целевого назначения. Изменение целевого назначения происходит в строгом соответствии с утвержденной градостроительной документацией. То есть ПДП и генплана. В случае несоответствия, не спрашиваем целевого назначения, заявителю оформляется отказ в изменении целевого назначения. То есть в данном случае во главе угла стоит утвержденная градостроительная документация. Алматинская область также в лидерах. На 100% мы обеспечены ПДП и генпланы. Вы знаете, на сегодняшний день земельные участки стали предметом торговли. Причем открытой торговли. Их продают, объявления можем об этом читать где угодно. Продам земельный участок под ИЖС или под какие-либо другие цели. Вот на наличие каких документов необходимо обратить внимание при приобретении таких вот земельных участков? При приобретении земельных участков самый главный вопрос это наличие идентификационного документа на земельный участок, то есть в ГУСАП и отсутствие на него обременения. То есть если на данный земельный участок наложено обременение, собственник земельного участка не вправе продавать данный земельный участок. А когда земельный участок становится собственностью получившего его гражданина, к примеру, под ИЖС, когда он собирается построить там какое-либо жилье, какое время уделяется ему на этот вот процесс? Ну, в соответствии с изменениями, внесенными в земельное законодательство, земельные участки под ИЖС предоставляются на период строительства. То есть сроком на 2-3 года. По мере завершения строительства землепользователь оформляет технический паспорт на сооружение и Акиматом ему предоставляется право частной собственности. Земельные участки на праве аренды отчуждения не подлежат. То есть он не может его продать. Это в целях исключения фактов перепродажи земельных участков. То есть, получается, собственник этого участка может его продать только уже, когда построил жилье, дом полностью, когда он готов, когда он исполнил? Когда он его полностью освоил, ввел в эксплуатацию здание, сооружение и получил ГУСАК на право частной собственности, тогда только он имеет право отчуждать данный земельный участок. А у нас есть еще один телефонный звонок и, соответственно, вопрос от нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос можно задать? Да, да, задавайте, пожалуйста. Как и в пригородных районах города Алматы, на землях можно назначить стойко жилых домов. То есть особо ценные угодья настраиваются живыми и комплектами. Как по этим вопросам принимаются меры социальной области, а кем-то контролирующих областей? Спасибо. Спасибо за вопрос. Как я уже отметил выше, изменение целевого назначения земель в сельскохозяйственном назначении производится в строгом соответствии с утвержденной градостроительной документацией. При наличии фактов незаконного изменения целевого назначения отделами земельных отношений, управлением по контролю за использованием охраны земель, органами прокуратуры проводятся проверки на предмет законности предоставленных земельных участков. В случае выявления фактов незаконного изменения целевого назначения уполномоченным органам подается исковое заявление об отмене постановления по изменению целевого назначения земельных участков. Скажите, у нас были такие факты выявлены в Алматинской области? Такие факты у нас имеются в пригородных районах города Алматы. На данный момент земельной инспекции инициировано исковое заявление в суд об отмене 600 постановлений по незаконным изменениям целевого назначения земель в Толгарском районе. Работа в данном направлении продолжается. Вы знаете, тема настолько обширная, что у нас реально не хватает эфирного времени для того, чтобы ее все обсудить и поднять именно те же вотрепещущие вопросы, которые интересуют сегодня жители Алматинской области. К сожалению, время нашего прямого эфира подходит к своему завершению. Хотелось бы вас в первую очередь поблагодарить, Сабит Кадроголевич, о такой вот интересной информационной беседе. Я думаю, что каждый телезритель подчеркнул для себя полезную информацию. И теперь, я надеюсь, с удовольствием в этом году начнут пользоваться электронной картой земель Алматинской области. Вот здесь хочется добавить, что граждане нашей области по всем интересующим вопросам по вводу в эксплуатацию данной электронной карты, по земельным вопросам могут обратиться непосредственно в управление земельных отношений, как уполномоченному органу в сфере земельных отношений. Нам будет оказана всемирная поддержка. — Телефоны есть у вас? — 32-93-55, это город Талдыкурган. В данном случае все звонки у нас регистрируются и даются мотивированные ответы, установленные законным сроки. — Спасибо еще раз за то, что вы нашли время и прийти к нам в студию, и ответить на наши вопросы. Ну что ж, на этом наш прямой эфир подошел к своему завершению. Я желаю всем нашим телезрителям в первую очередь здоровья, ну и, конечно же, соблюдения всех законов нашей страны. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ в программе «Сегодня». До свидания. Субтитры подогнал «Сегодня»